Салома, дорогие друзья! С вами Равин Каплан, и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Шмине. В ней, после скорбной истории о Надаве и Авигу, много места занимает перечень различных животных и существ, и их признаков, чтобы отличать нечистое от чистого животного, которое можно есть, и от животного, которое есть нельзя. В связи с этим, дорогие друзья, возникает вопрос, чем по сути отличаются разрешенные в пищу животные от всех остальных. Давайте попробуем разобраться. Одна из причин этого состоит в том значении, которое диетические законы иудаизма и имеют для нашего законодательства и для повседневной жизни. В изгнании наш народ был лишен возможности исполнять многие заповеди Торы. Однако законы о кошерной пище, дорогие друзья, неизменно стояли в центре нашего внимания. На эти вопросы пытались ответить по-разному. Некоторые полагали, что мясо запрещенных в пищу животных просто вредно для нашего организма. Действительно, в свиньях, например, водятся черви. И тот, кто ест недоваренную свинину, рискует заразиться различными заболеваниями. Но если бы было дело только в этом, Тора могла бы запретить свинину, не свинину, а дать гораздо более практическую рекомендацию. Подвергать ее, например, тщательной обработке перед употреблением пищи. Но Тора указывает нам два признака. Первое. Чистое животное должно обладать раздвоенными копытами. И второе. Оно должно быть жвачным. Что же означает понятие копыта и жвачка в душе каждого из нас? И всех творений человек единственное, у которого голова всегда выше ног. Конечно, есть и среди животных те, которые ходят, так сказать, с высоко поднятой головой. Однако им приходится нагибать голову к ногам, чтобы поесть или напиться. А у человека эта особенность сохраняется и тогда, когда он ест или пьет. Дистанция должна быть не только между головой и ногами, но и между ногами и землей. Этим изолятором и является копыта, символизирующая элемент скромности и твердости в отношениях с материальным миром. Однако Тора учит, что копыта кошерного животного должно быть расщепленным или раздвоенным. Что означает, что хождение по земле, взаимодействие с земным, должно включать в себя два направления. Об этом сказано в Талмуде. Правая она приближает, а левая она отталкивает. Но самого по себе признака раздвоенного копыта недостаточно, дорогие друзья. Необходимо также наличие второго признака – жвачности. Каждое действие, которое человек намеревается совершить, должно быть как следует разжеванным, то есть обдуманным. Ну и после этого полезно повторно переживать ситуацию, так сказать, и проверить снова и снова, надо ли это делать. И если да, то как мы должны поступать в этом случае, согласно Торе, а лишь затем совершить задуманное. В целом поиск рациональных объяснений заповедей, научных объяснений, почему они полезны для нашего телесного или даже духовного здоровья, обречен, дорогие друзья, на неудачу. Мы имеем в виду, что подобное обоснование никогда не может быть смыслом заповедей. Наши объяснения тут не помогут. И если всего просто положится, легче всего просто положиться на Творца. Об этом и повествует глава Шмени. Кстати, Шмени означает восемь. Что это значит? Число семь соответствует семи дням недели. Первые шесть дней Всевышний творил небо, землю и все, что в них. День седьмой – олицетворение цели творения. Это день духовного творения. Неделя, семь дней – это земля. Семи земной цикл в наших книгах говорится о семи сферот, семи земных качествах, семи нижних ступенях проявления творящего начала, первое из которых – хэсет, доброта. Восемь вносит в мир нечто новое, выводит за пределы естественного порядка, поднимается над землей. Намек на это можно прочитать в слове восемь, на еврите шмоны, шмени восьмой, а в корне которого просматривается слово шемен – масло. А слово шемен, в свою очередь, производное от корня шем – имя. Об этой не столь очевидной связи говорит царь Шламо. Тов шем вешемен тов – лучше имя, чем хорошее масло. Кугелет 7.1. Слово шемен часто используется в значении блага, а тов – благо, которое идет от Творца, который кулотов – абсолютное благо. И только он определяет, что хорошо тов и что плохо для каждого из его творений. Имя Шем выражает непознаваемого Творца, а также суть человека. Оно остается и после того, как человек уходит из этого мира. И масло в оригинале шемен – понятие, которое тоже выражает сущность. Так, например, именно на суть событий Хануки намекает колено коинов, который подняли и возглавили восстание за освобождение храма и восстановление служения Творцу Хашманаим. Восемь дней чудом горело масло в миноре, которое они зажгли в очищенном обновленном храме. Масло, шемен, сгорало в миноре, распространяя свет, раскрывая в мире имя Творца Шем. Суть его. Этого и нам всем и желаю. Света, брахава от слаха, много сил и мира во всем мире. Шалом, ваш Равин Капла.